Да, перезашла девочки, потому что ну невозможно было, висели просто вот терпела-терпела минут три, а потом уже решила перезайти. Думаю, так будет лучше. Ну, конечно, не смогла сохранить, она сбросилась у меня. Первый эфир у меня сбросилась. Доброе утро всем, доброе утро. Опять, опять доброе утро. Я уже выходила третий раз, выхожу уже со своим добрым утром. Так, Марина, удачного дня и хорошего настроения. Дай бог, дай бог, девочки, все, что я предполагаю, дай бог, чтобы это было неправда, дай бог, чтобы моя интуиция меня подводила. Ой, ну обычно интуиция меня не подводит, к сожалению. Прошу, посмотрите на дорогу. Прошу, посмотрите на дорогу. А я ж не водитель. Вот водитель сидит, пускай смотрит я с вами на связи. Ну давайте делайте эти вопросики. Потому что, ух, я думала, вы за рулем. Да нет, 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 у меня вопросики задавайте, иначе вот скоро подъеду и уже все. Я выключу эфир сегодня, я очень буду занят. И Саша, Саша Африкантов тоже был нашел. Да, был, был. К сожалению, даже не показали их мне и я не слышала их. Единственное, что я услышала, что я от кого-то скрываюсь. Я самоблодивлена от этого, от этих слов. Я не поняла, почему они так сказали и что это было. Не могу понять. Дай бог, чтобы она этих слов сказала реально. Вот если она этих слов сказала, то это уже висшая мера клеветы. Вот тут уже то ли мне показалось, то ли это правда сказала, что я от кого-то скрываюсь. Если она этих слов сказала, то это будет для меня прям, прям вот это вообще. Валера Драчун, жаль, что убрали его с проекта. Да, конечно, не надо было вообще этого Ромашова трогать. Девять швов у тебя того, что наложили, там царапина на вот здесь вот немножко. Каких девять швов? Где там девять швов? Я сама приеду сейчас и проверю, где там девять швов, где? Покажите. Швы все равно видно, их видно. И я недолго не это девять швов прям наложили. Раздуль, я не знаю, из мухи слона. Скоро будете нюхать букетик любимых цветов. Не знаю, буду ли нюхать букетик любимых цветов. Если только ловка мне подарит, который вчера он был. В Вере. Конечно, какие девять швов. Ну, там же видно, что царапина. Зачем уж так-то раздувать это? Ну, просто было выгодно его выгнать и все. Давно видели внучку? Ой, давно. Я два месяца уже здесь, в Китае. А улетаю послезавтра. Боже, каждую секундочку считаю, когда я ее обниму. Как это? Я ее обниму, мою тетюн, дружку. Мою любимицу. Боже мой. Попку буду целовать, прям в попку. Володьку надо к ответу теперь. Да-да-да-да-да-да-да-да. Обещал, обещал. Любить и дарить цветы. Да, я сегодня видела ролик, они вместе. Я очень влюблена в пана. Вот она и ревнует, ненавидит вас. И страсть выхода другого не находит. Может быть, тоже не исключаю, тоже не исключаю. А пан за это ей благодарен, может быть. Поэтому меня не защищает, держит нейтральную мучку. Вот. Саша, зачем? Филь рассказывает о вашей тате. Поговорите с ним. Он заувалированно ее принижает. Про машину, что продала, рассказал. Денег нет. Ну зачем он это делает? Ну совсем дурак. Фу, фу. Зачем это делать? Зачем? Зачем про тату тысячу раз говорила, не рассказывать? Даже если я что-то говорю, я женщина. А вот то, что нет у людей мужского начала, вот в этом и проявляется. Я женщина болтаю, например, да? А мудрый мужчина всегда посмеется над этим. Вот. А он нет. Как относится к Кельтвинове, к Танюши? Ну неплохо. Я их не очень хорошо знаю. Витя вроде неплохой парень. Танька тоже вроде хорошая девчонка. Ну не знаю, как. Нейтрально, нейтрально к ним. Денег сказал, будет давать. Это кто сказал? Витя сладкая девочка. Мне он рассказал. Ему написали. Ну вот видите, как тоже передаете, специально разжигаете все, девочки. Мне уже ничего не обидно. Мне уже вся картина вот перед лицом. Я все знаю прекрасно. Кто чем здесь занимается, для чего им это надо. А вот. То, что вы пишете. Я знаю, что Ковалевский может сказать. Я его очень хорошо знаю. Лучше, чем видит. Вот. А с какой целью вы пишете? Я не знаю, но... Разберусь. Разберусь. Он читал, не рассказывал. Угу. А ну как сердце на две звезды рядом. Любит он быть в центре внимания. Он добился, да, своего, конечно. Он сделал так, что мы типа того, что его делим. Я никого не делю. Я просто хочу до сути. Я не из тех женщин, которые унижаются и кого-то делят. Кому куда надо, пускай туда идет. Я вообще не претендую ни на что. Правду скажу, а претендовать ни на кого не собираюсь. А вот. Конечно, вокруг себя он создал такую шумиху. Это ему, наверное... Не знаю. Как-то... Лучик звезды ему тоже обломился. Я напишу тебе, пожалуйста, как пан, найти в инстаграме. Постоянно своим сыном хвалится и умная работа. И вообще лучше нету. Как только про Тату сразу намеки, что ей 25, и они должны ей помогать. Мне виднее, кому мне помогать, а кому не помогать. Это мое дело. Пока я не буду удовлетворена, и пока я не буду ощущать то, что Тата стабильно стоит на ногах, я никого слушать не буду. Никогда. Даже родных родителей не послушаю. Не то, что там мужчину, который преследует только то, что ему надо. Напротив, Саша очень практично выражается, старается не углубляться. Он молодец, с уважением к вам. Ну вот видите, две мнения. Каждый по-разному видит все, что он говорит. Поэтому, действительно, я разблокирую его и буду следить за эфирами. Буду смотреть и сама буду убеждаться уже. Вот этот вот сломанный телефон мне уже неинтересно. Можно прочитать, не комментирован, а он подтвердил. Верю в это, в это верю, что это так. Сейчас здесь подожди. Испортили настроение, Марина? Да, у меня она испорчена. Никто мне его не испорчил. Она мне испорчена тем, что есть многие вопросы, которые непонятны мне. Которые, до которых я пока не доберусь, меня ничего не успокоит. А вот. А с другой стороны, правда, можно жить своей жизнью здесь, наслаждаться, зарабатывать. Идти к какой-то цели. Конечно, я сейчас не так зарабатываю, как бы хотелось бы, естественно. Я только начала этим заниматься. И, ну, какой-то прогресс есть. И, как всегда, как всегда я говорила, всегда я это не устану повторять. Идущий осилит дорогу. Идущий осилит дорогу. И все, что меня беспокоит, там, долги, недолги, все, 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 все. Я это все решу, я это все решу. Бог мне поможет обязательно. Я знаю. Бог мне поможет. Посидеть на одном месте, и вот это вот интриги, вот это интриги меня отняли жизнь несколько лет. Мне так плохо от этих интриг, от этого всего. Это абсолютно не моя жизнь. Я так жить не хочу никогда, никогда. Не хочу никаких интриг, чтобы за мной сплетничали, чтобы ко мне кто-то что говорил. Ой, нет, 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 нет. Просто не мое. Господи, спаси. Умоляю тебя, спаси от таких людей. С родной кровинка не общается. Да, можете, можете. Марина, слушай, он плохо не говорит. Только еще, что он так лично, вот Татя, вы читаете между его слов. Всегда. Говорит, что не правильно Марина воспитала. Верю в это тоже, верю. 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 А Таню хвалила, что у нее хорошо воспитанные дети. Он даже знать их не знает, детей. Он даже их знать не знает. Просто Тата более бомбочная, а другие более скрытые. А так... Что надо один женщина? Я без этого знаю, что про Тату думает, например, Саша. Мне не обязательно как бы не опровергать, не подтверждать. Но я сто процентов знаю, как относится Саша к Тате. Я хорошо знаю. Показали, как Капаклой сказал, что не простит Африкантову Таню. Ну, конечно, позорно. Я тоже ни разу не слышала про вас плохо. Это сказали. Теперь он точно будет осторожен в высказываниях. А что я сказала? Я знаю его отношение к Тате и ко всему происходящему, что происходит в нашей семье. Ну, я что сказала-то? Я прекрасно знаю все. Тата сама знает, что хочет. Надо будет сама попросить совета. Да, согласна, Марина сама пересматриваю в эфире и сама делаю заводы. Тут испорченный телефон. Половина хотят справить вас по ходу. И там, и тут постоянно. Это я тоже знаю. Например, я сказала в эфире. Да, вот у меня никого лишнего. Вроде нету. А я блокирую всех хейтеров. Тут же доложили Тане, например, кто же, что я приглашена на ТНТ, у меня будет Толемост. Тут же они там готовились, оказывается. Она мужа с собой взяла. То есть, они были подготовлены к тому, чтобы бомбить меня. А за мной никто не заступился. Охвалили, да. Хорошая воспитательница, хорошо воспитала дочь. Господи. Узри все. Все в твоих руках. Пускай предлагают они ему себя. Ничего страшного. Алла, абсолютно права. Привет. Как прошел вечер, Господи. За что это мне все? За что мне Бог дал такое? Ладно, девочки, я выхожу. Всего доброго вам. Всем хорошего дня. Пусть всем будет Бог судья. Бог рассудит все. Субтитры сделал DimaTorzok